Добрый день! Мы начинаем новую игру чемпионата по физмат-баттлу среди скол Одессы и Одесской области старшеклассников 10 класс, который проводится на приз главы облгосадминистрации Максима Степанова. Напоминаю, на седьмом канале проходит чемпионат по физмат-баттлу, соревнования по физике и математике. Между семью школами по круговой системе 21 игра. Затем те, кто займут первое и второе место, встретятся между собой в финальной игре за приз главы облгосадминистрации. Ну а сегодня у нас очередная игра, в которой встречаются школы номер 67. Хлопаем громко-громко! Команда 67 школы сегодня у нас команды меняются в ходе игры. То есть сейчас у нас Дима, Никита и Миша. Их противники команда 90-й школы. Дмитрий Бронислав и капитан Тимофей. Ну а мы сейчас приступаем к первому раунду. Первый раунд Блиц. Напоминаю, в этом раунде 9 вопросов. Каждая команда получает за вопрос одно очко, один балл. Но если они отвечают подряд на два вопроса, то за второй вопрос получают два балла. Подряд три вопроса, за третий вопрос три балла. И так далее. Но те, кто не ответил, ничего не получают. Итак, мы приступаем к первому вопросу. Я прошу команды сосредоточиться и рекомендую командам внимательно записывать то, что они услышат по вопросам. Итак, вопрос первый. Задача из арифметики магнитского начала 18 века. Некто купил три четверти аршина сукна и заплатил за них три алтына. Сколько нужно заплатить за 100 аршин такого сукна? Время. 400. Алтынов. Правильно. Молодец. Счет становится 1-0 в пользу команды 67-й школы. Итак, второй вопрос. Маша, Даша, Ваня и Петя. Маша, Даша, Ваня и Петя собирали грибы. Грибы нашли все. Когда их сложили вместе, получилось 10. Причем каждый из ребят собрал разное количество грибов. Даша собрала грибов больше всех, а Маша меньше всех. Кто собрал больше грибов? Мальчики или девочки? Время. Одинаково. Так. Правильно? Да. О, я понял. Счет становится 1-1. Ну, это такие были легкие задачи для начала. Так, а теперь пойдем дальше. Смотрите. Из полного сосуда емкостью в 12 литров надо отлить половину, пользуясь двумя пустыми сосудами емкостью в 8 и 5 литров. Время. 8, 7, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1. Что, Бронислава, вы готовы сказать? Нет. Да, хорошо. Значит, я объясню, какой должен был быть ответ. Значит, из 12-литрового сосуда налить 8 литров в 8-литровый сосуд. Из этого сосуда отлить 5 литров в 5-литровый сосуд. В 8-литровом сосуде остается 3 литра. Из 5-литрового сосуда вылить все 5 литров обратно в 12-литровый сосуд. Из 8-литрового сосуда перелить оставшийся в нем 3 литра в 5-литровый сосуд. В оставшийся пустой 8-литровый сосуд из 12-литровый сосуд вылить 8 литров. Тем из полного 8-литрового сосуда доливать в 5-литровый сосуд 2 литра. Так, следующая задача. Счетом прежнему 1-1. Третий вопрос. Два велосипедиста участвуют в гонке по круговой дорожке. Первый из них делает полный крут за 6 минут, а второй за 4 минуты. Через сколько минут первый из них обгонит второго? Время. Почему? Через 12 минут? Да. Что? Хорош. В смысле в этом? Правильно. Счет становится 3-1 в пользу 90-й школы. Четвертый вопрос. Внимание. Сергей взял в библиотеке книгу на 3 дня. В первый день он прочитал половину книги. Во второй – треть оставшихся страниц. Количество страниц, прочитанных в третий день, было равно половине страниц, прочитанных за первые 2 дня. Время. Успел ли Сергей прочитать книгу? Время. Да, успел. Почему? Ну, потому что, значит, в первый день он прочитал 3 шестых, во второй день он прочитал 1 шестую. Суммарно за 2 дня он прочитал 4 шестых, и половина от этого – это еще 2 шестых. А 2 шестых плюс 4 шестых – это 6 шестых, и это одна. То есть целая книга. Правильно. Молодцы. Счет становится 3-2. Молодец, Никита. Итак, следующий вопрос. Автомобилист утром проехал из города А в город Б со скоростью 120 км в час, а вечером вернулся обратно со скоростью 80 км в час. Какова была средняя скорость его движения за все путешествие? Время. 100 км в час. Неправильно. Уже была такая же задача похожая, уже выловились на этом. Нечестно. А, смотри, тут это по-другому делается. Наверное. Возможно. А, ну да, он же в разные дороги. Нет, я не понимаю. Это по формуле делается, но я что-то не могу сообразить. Что-то я не помню. Так. Время. 7 секунд. Так. Слушаем. Отвечай давай. Ну что, Дим? Кто отвечает? Кто отвечает? Я. Да. У меня есть вариант 20 км в час. Неправильно. Скорость 96 км в час. Вы уже в этот раз с задачей встречались. Нельзя просто складывать. Типа как-то так. Ладно. Давайте следующую задачу. Счет, напоминаю, 3-2 в пользу 90-й школы. Итак. Задача очень простая. Быстро нужно решать. Да. Внимание. Итак. Будет ли кипеть вода в стакане, плавающем в сосуде, с соленой, с кипящей соленой водой? Время. Нет, не будет. Почему? Потому что температура кипения там, где соль ниже. Вы в этом уверены? Да. А я нет. Так. Ну, значит, будет. Ну, одно из двух, как говорится. Понятно. Так обещать надо. А почему? Потому что из-за того, что там, короче, соль, то температура будет с кипением больше из-за примесей. Вот. Это физика. Я вообще поражаюсь, Никита, вашей самоуверенностью. Но в данном случае вы правы. Хорошо. Итак, сейчас становится 3-3 равным. Теперь задача кровожадная. Да. Убивает кого? Кота Барсика за плохое поведение посадили в подвал. Я думал, его разрезали. Питался Барсик в подвале одними мышами. Больше ничем. Бедный. Всего за 4 дня он поймал 80 мышей. При этом его мастерство дня росло. Голодный был. И каждый день он ловил столько мышей, сколько за все предыдущие дни. Скажите, сколько он поймал в каждый день мышей? Время. 10, 10, 20, 40. Дождь, стоп. Какой вопрос? Что нужно ответить? Сколько он ловил каждый день? А, каждый день? Нет. Не получится. Там будет? Ага. Бывает. Нет. Итак, он ловил каждый день столько, сколько все дни до этого. Да, слушаем. 10, 10, 20, 40. Правильно. Да, потому что здесь 10. Правильно. Молодец. Счет становится 35. Так, следующая задача из моих любимых. Представьте число 100 с помощью шести семерок. Время. Время. Осталось 10 секунд. Сколько семерок еще раз? Шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, нет семь. Осталось 4 секунды. Осталось ноль. Ну что? Есть ответ у кого-то? Все? Нет, нет. Нету правильного ответа. Ответ правильный очень простой. 7, 7, 7, 777, минус 77 и делить на 7. Ай, блин. Еще раз. 777, минус 77 и делить на 7. Все очень просто. Итак, счет у нас 5-3 в пользу 67-й школы. И я зачитываю последний вопрос. Есть два бревна. Первое бревно весит 25 килограмм. Ну, древесина примерно одинаковая. Определите, сколько весит второе бревно, если оно вдвое толще, но вдвое короче первого? Время! О, Боже. У нас что-то было. Нет, оно было похоже на… 25… Че, короче? Нет, 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 нет. Вот. Что-то с радиусом. Да. Мне кажется, если приставить диаметр… Ну, давайте… Ну, давайте… Осталось 8 секунд. 5… 7… 6… 5… Они нажали. Слушаем. Столько же. 25. Неправильно. 4… 3… 2… 30… Так, нет, ну не можно. Позорище 90-я школа. Не знаю. У вас уже была эта задача. Его забыли склерозные, вы наши. Всё. Будет 50 килограмм, потому что оно по объёму больше. Да. Вопрос верится в объёме. В два раза больше объём. При том, что длина его… Короче. Итак, счёт у нас остается прежде 5-3. В пользу 67-й школы. И мы приступаем ко второму раунду. Всё, я понял. Итак, наша игра продолжается. Второй раунд Эврика. Вопросы к этому раунду подготовлены физико-математическим факультетом Одесского педагогического университета имени Ушинского Александра Игоревна Ордановская. Итак, сейчас вы увидите видео-вопросы. Их будет 3. За каждый вопрос, который вы угадаете за 30 секунд, вы получаете 10 баллов. Если команды за 30 секунд не предлагают своё решение, то Александра Игоревна предлагает им подсказку. И ещё 30 секунд. Если они угадывают вопрос за эти 30 секунд, они получают 5 баллов. Ну, условия игры вам понятны. Давайте посмотрим первый вопрос. Посмотрите. В стаканах разное количество воды. Давайте постучим по стакану с наименьшим количеством воды. Как вы думаете, как изменится высота тона, если я постучу по другим стаканам? Время. Так, слушаем. Значит, тон звука повысится. Ну, то есть звук будет более высоким. Почему? Ну, потому что изменится количество воды. Нет, стекла. Но просьба объяснить, потому что объяснение же требуется, а объяснение не выше. Ну, так объясняй ты, Рест. Так, Павел, слушай. Ну, чем больше воды, тем меньше стекла. И когда мы ударяем, получается, стекло вибрирует, издаёт этот звук. И чем меньше его, тем быстрее колебания происходят, и поэтому тон выше. Хорошо, слушаем правильный ответ, пожалуйста. Стеклянный стакан — это упругое, твёрдое тело. А значит, в нём возникают свободные колебания, в том числе и колебания звуковой частоты. Вода поглощает часть колебаний. Поэтому, если стаканы у нас одинаковые, значит, высота тона будет зависеть от количества налитой воды. Там, где налито наименьшее количество воды, высота тона будет самая высокая, потому что частота колебаний будет самая большая. Давайте проверим. Итак, ни одна из команд не ответила на вопрос и получает, к сожалению, оба по нулям балла. Итак, счёт у нас в 5-3 в пользу 57-й школы. Мы слушаем второй видео-вопрос Александры Игоревны Ардановской. У меня в руках лазерная указка. А так ли безобиден луч от этой указки? Давайте проверим. Направим луч от этой указки на жёлтый шарик. Немного подождём. Ничего не происходит. А теперь давайте направим луч на тёмный шарик. Шарик лопнул. Объясните это волшебство. Время. Значит, всё дело в цвете. Поскольку жёлтый цвет, он по температуре более тёплый, ну и он ближе к цвету указки. Разница между цветом указки и цветом шарика меньше. А фиолетовый – это один из самых холодных цветов. И разница большая, и поэтому он лопается, потому что нагревается. Не знаю. Так, что думает по этому поводу 90-я школа? Можно уже? Да. Я думаю так. Смотрите, там было два шарика. В одну, скорее всего, была налито вода. Вот. Вода, значит, когда мы нагревали, значит, лазером светили на шарик, шарик нагревался. И вода принимала всю теплоту, ну поскольку вода теплоёмкая, она принимала всю теплоту на себя, из-за этого шарик не улыбался. А той, которой не было воды… Может, просто потому что цвет темнее, и он больше… Тимофей, что вы хотели сказать? Не знаю. Так, давайте послушаем подсказку. Если за жёлтым шариком мы поставим экран, то на нём будет виден след от указки. Так, мы слушаем, Тимофей. Ну потому что тёмный на себя… Ну вот, блин… Не пропускаю. Поглощает, называется. Поглощает больше света, чем жёлтый. И поэтому лопается. Так, хорошо, слушаем правильный ответ. Это волшебство объясняется тем, что через светлый, жёлтый, прозрачный шарик луч от лазерной указки проходит. Тогда как через тёмный фиолетовый… Нет. Резиновая оболочка тёмного фиолетового шарика поглощает энергию луча. Оболочка нагревается, и шарик лопается. Итак, команда 90-й школы получает 5 баллов. Счёт становится 8-5 в пользу 90-й школы. И мы слушаем третий вопрос. У вас на столах два стакана, в одном из которых находится мяч для настольного тенниса. Вам нужно совершить волшебство. Не касаясь стаканов и мячика, переместить его из одного стакана в другой. Время. Ветер, ветер. Время идёт. Вот попробуем. Это другой способ. Дай, дай, дай. Ну хорошо. Всё, мы только что сделали это. Понятно. То есть, вот, нужно достаточно сильно подуть, и тогда вот он… Ты как на знание физики. И он тогда перепрыгнет туда. Так, хорошо, давайте послушаем правильный ответ. У нас получилось. Сразу было понятно. Я сразу же сказал тебе подуть. Это совершенно удивительно. Но для того, чтобы создать это волшебство, нужно было всего лишь подуть на этот теннисный мячик. Поток воздуха, попадая в стакан, останавливается, а значит, давление под мячиком резко увеличивается, становится больше, чем атмосферное давление снаружи. Мячик устремляется вверх. Именно прямиком во второй стакан. Так, ну хорошо. Ну мы смогли его выкинуть из стакана. Так, хорошо. Я тоже. Значит, здесь есть одна проблема на будущее командам. Кнопку нужно нажимать. То есть кто-то нажал первую кнопку… Нет, нажали кнопку. Вы нажали, а к вам никаких претензий. Счет становится 15-8 в пользу 67-й очковой. И на этом мы заканчиваем второй раунд. Итак, мы начинаем последний третий раунд. Итоговый. Черный квадрат. Напоминаю, в этом раунде пять вопросов. За первый вопрос – одно очко, за второй – два, третий – три, четвертый – четыре, пятый вопрос – пять очей. Но кроме этого команда имеют право ставить на кон свои очки, которые у них есть на данный момент. В этом случае очки при первом-втором вопросе удваиваются, в случае, если правильно, естественно, ответят. На третий, четвертый – они утраиваются, а на пятый вопрос очки, баллы увеличиваются в пять раз. Сегодня мы увеличим вопросы, касающиеся знаний по школьным наукам, которые они, по идее, должны знать. Посмотрим, насколько они хорошо их знают. Вот. И у нас произошли некоторые замены в командах, поэтому мы представим команды по новой. Значит, сейчас счет у нас 15-8, впереди 67-я школа. И я представляю команду 67-й школы. Павел. Никита. И Игорь. Теперь команда 90-й школы. Дима. Остап. И капитан Тимофей. Итак, первый вопрос. Начинаем делать ставки. Так как у нас впереди идет команда 67-я школа, то она получает право первое решить, кто будет первый ставить. Будем ставить мы, а вернее мы не будем ставить, мы ставим ноль. Ага, понятно. Значит, 67-я школа ставит ноль в первом вопросе. А что скажет у нас 90-е? Так, счет какой у нас? Счет 15-8. А, 15-8. 15-8. 15-8. У них 15 тысяч. Ничего. Ничего. Ну, понятно. Хорошо. Итак, возраст самого древнего ее экземпляра, хранящегося в британском музее, 3000 лет. Она имеет форму близкую к овалу и грубо отшлифована. Первое упоминание о ней можно найти в древнегреческой пьесе Аристофана «Облако». А во время гладиаторских боев ею пользовался император Нерон. Сирокое распространение средневековья изделия с ее использованием привело к изобретению микроскопа и телескопа. Как называется? Время. Линза, 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 линза. Ну, на первый вопрос команда 90-й школы ответила правильно. Но при том, что они не ставили ничего, то счет становится 15-9, подумаешь. Итак, счет 15-9 в пользу команды 67-й школы. Мы приступаем ко второму вопросу. И поэтому команда 90-й школы, как убедившая в прошлом вопросе, имеет право решить, кто будет первый ставить. Команда 67-й школы. Понятно. 67-я школа. Сколько вы ставите? Я думаю, сейчас опять не ставите. 67-я школа. Просто 2. Мы ничего не ставим. Опять ничего не ставите? Ну, Никита, хорошо. Так, 90-я школа, что вы? 15. Да. Счет 15-9. Ну, ты полезёшь? Давайте подниматься. Да. П lunch與 I take my mute. Да. Давайте. Да, давайте. Это монет17. Окей, давайте одно. Итак, после долгих размышлений 90-я школа поставила одно очко. Глубокие размышления. Итак, вопрос. Все звезды кажутся нам движущимися, но древние считали, что звезды прикреплены к небесной сфере. Почему они так считали и какую роль в этом играла полярная звезда? Время. Так. Полярная звезда всегда на одном месте. Так. И вот она не двигается. Так. Ее очень хорошо видно. Так. А остальные звезды? А остальные звезды видно хуже. Понятно. Не находится. Я даю возможность... А еще ее, короче, видно в любом месте этого... Понятно. Я даю возможность команде 90-й школы добавить свое, как бы... Так. Степлярная звезда. Может, все звучат... Все звезды, потому что они вращаются... Можете повторить еще раз? Значит, звезды двигаются, но древние считали, что они прикреплены неподвижно к сфере. Почему они так считали? То есть, имейте в виду, как это совмещается? На одном и том же месте, верно? Да. Может, цветок отдыхает? А, мы уже нажали, типа, да? Ну, пускай. Да. Ну, хоть мы и не нажимали. Потому что они двигались, но при этом всегда в соответствующее время оставались на одном и том же месте. А можно еще одну теорию вывести? Хорошо, давайте еще одну теорию. В общем, потому что... Потому что созвездия с полярной звездой, да? Так. Сейчас, сейчас. Можно время. Потому что, ну, созвездия... Ну, полярная звезда – это созвездия Большой Медведицы, а все остальные созвездия были идентичны ему. Так, понятно. Хорошо, Дила. Можно еще? Потому что пока время доходило до Земли, они... В общем, понятно. Хорошо. Значит, древние считали, что небесные сферы движутся. То есть звезды неподвижны, они при... Но сама сфера движется. Они считали, что сфера движется. Вокруг оси, которая проходила через полярную звезду. Ну, правильно... Я признаю правильным ответ 67-й школы. Ответ правильный. Но не совсем полный. Команда 67-й школы получает 2 очка. И сейчас становится 17-8. Хотя ответ был не совсем правильный. Ну, ладно. Учтем хотя бы хоть что-то правильно было сказано. Итак, третий вопрос. Команда 67-й школы. Принимаете решение, кто будет ставить? Пусть 90-я школа поставит. Так, 90-я школа. Ничего. Ничего. Опыт с одним очком был неудачный. Я понял. Что решает 67-я школа? Зачем ставить? Ничего не ставим. Ничего не ставите. Ну, у нас что-то... Зачем? Ребята, я бы не рисковал так. Ну, как хотите. Ну, наращивайте. Итак, обычно созвездия именуются в честь знакомых предметов. Ован, Дева. Есть созвездия, которые именуются в честь греческих героев. Вот. Но есть одно созвездие, названное в честь египетской царицы 3-го века до нашей эры. Вот я хотел бы услышать от вас какое-то созвездие. Оно связано с волосами. Время! Да. Волосы Вероники. Ну, Вероника и у нее есть волосы. Это я не знал вообще. Вот, правильно, Вероника. Правильно. Я сразу говорю. Молодец. Нормально, мы и так отрываемся. Итак, счет становится 8-20. 4-20. Четвертый вопрос. 3-15 будет. Так, внимание. Четвертый вопрос. 67-я школа. Кто будет ставить первый? 90-й, что вы ставите? У нас будет сейф-фул, с 15-ичку. Если вы возьмете вопрос, давайте поставить сюда. Так, Тимофей считает. Окей, одно. Одно очко. Хорошо. Тимофей посчитал одну очко. Приготовились. 67-я школа. Мы тоже одно очко поставим. Тоже одно. Так, ставки начинают расти. К концу игры. Приготовились. Четвертый вопрос. Характерной особенностью этого прибора является параллельное соединение его основных частей. При названии этих частей часто упоминают фамилии Кеплера и Галилея. Среди множества типов этого прибора есть такие, как астрономический, артиллерийский, театральный. Что за прибор? Время. Время. Ну, мы полагаем, что это, скорее всего, вроде телескопа. Но это может быть и бинокль. Ну, там сказано параллельное, поэтому я хотел бы... Это бинокль. Хорошо. Правильно. Итак, наконец-то, 90-я школа правильно ответила. Итого, счет становится 19-15 в пользу 67-й школы. 5. И теперь мы приступаем к последнему вопросу. Спокойно. Не нервничайте. Вопрос очень сложный. Посмотрим, насколько вы хорошо знаете историю, астрономию и все остальное вместе взятое. Вопрос достаточно сложный, честно говорю. И поэтому я спрашиваю 90-ю школу, кто первый будет ставить баллы, очки. Так, 67-я школа вы... Ноль. Ноль. И 67-я школа ставит ноль. 90-я школа. Смысл? Если мы поставим, если мы ничего не поставим, мы все равно привыкли. Если мы ничего не поставим... Надо больше всего очков заработать. Они все в итоге соммируются. И что, если 90-я школа, то у нас будет больше всех побед. Ну и что? Очки. Так. Ну что, Тимофей? Так. Значит, счет 19... 19-15. Ответ идет просто 5 очков. Да. Счет будет 20-й, окей. 19-й, значит, мы ничего не ставим. Ноль. Да. Боже мой. Первый раз, когда Тимофей не ставит на пятый вопрос, ничего. Первый раз такое. Ну, правильно делаешь. Правильно, да? Да. Ну, хорошо. Вопрос следующий. Назовите 7 планет, известных древним грекам. Повторяю еще раз. Кого греки называли планетами? Время. Слушаем. Значит, так, с чего вы начать? Во-первых, они точно считали Луну, скорее всего, за планету. Так. Потом точно было видно... Солнце. Солнце можно считать планетой, греки? Они, конечно, глупые были, но... Греки точно считали Луну планетой. Так. Это понятно. Первое. Вот, насчет Солнца я не уверен, но давайте пускай будет Солнце. Они же глупые сто пудов были. Понятно. Значит, ну и дальше обычные, так, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Понятно. Только я не считаю, что они глупые были. Они были, по-моему, гораздо умнее, чем ты о них говоришь. Ну, не страшно. Ответ правильный. Просто чемпионат. Ты говоришь, что они глупые. Еще раз сказать. Да. Команда 67-й школы. Побеждает в пятом вопросе. Получает пять баллов. Очки вы не начисляете, потому что они не захотели ничего поставить на кон. И побеждает во всей игре. Со счетом 24-15. Поздравим. Я благодарю команды за очень интересную игру. Надеюсь, что команда 90-й школы не будет очень сильно горько вгоревать. Они хорошо играли, молодцы. Я очень рад за них. Но сегодня, по-моему, кстати, моя школа была явно сильнее. А касательно последнего раунда, он был реально интересный. Ну, вопросы вообще были несложные. Мы знали ответ на них. Вообще, мы думали, что они поставят в последнем все свои очки. Да, то есть я думал, они будут действовать как всегда. То есть до последнего раунда буду ставить там ноль. Ну, может, в предпоследнем один. И в последнем такой опа, все. Но нет, они так не сделали. Поэтому и проиграли. Да, мы работали под их стратегию. В итоге их стратегия поменялась. Но мы все равно выиграли. Потому что мы красавчики, а они нет. Дедушка меня уважает теперь.